В эфире Крик Криминал Комментарии в студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте! Сегодня подведем итоги недели. Финальный аккорд. В Усть-Куломском суде вынесли приговор руководителю участкового лесничества. Почему для него не нашлось нисхождения? Криминальная стипендия. Два однокурсника решили подработать на телефонных мошенников и угодили в СИЗО. Кто теперь им будет слать передачки? Дед Мороз на трассе. Подарок от волшебника получали стывкарские водители и их пассажиры. Пришлось ли им для этого заучивать стишок? В нашумевшем деле Усть-Куломских лесничих вынесли второй приговор. Напомним, в конце ноября 3,5 года колония строгого режима и штраф в 2,5 миллиона рублей получил по решению суда бывший главный лесничий район Александр Кондрашкин. Чиновника задержали год назад в результате спецоперации регионального управления ФСБ после передачи 260 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя. В то же утро с поличным взяли его подчиненного, руководителя деревянского участкового лесничества Ивана Острякова с тем же бизнесменом и также при передаче взятки. 30 это где-то 45. Будешь считать? Нет. 45. Ну большое спасибо, что пошел на встречу. Спасибо большое. Да. Даем. Фамилия и младшество? Васакова Ивановича. Год рождения? 65. Что только что получали от Италия Ивановича и Ягушева? Взял деньги. Сколько? 45. Следствие установило, начиная с 2015 года Ивана Остряков получил от двух местных предпринимателей, в том числе через посредника, взяток в крупном и в значительном размере на общую сумму в 420 тысяч рублей. Следствием и судом установлено, что в период времени с 2015 по 2021 годы лесниче получил от двух индивидуальных предпринимателей, которые занимались лесозагодовительной деятельностью, незаконное денежное вознаграждение. За это подсудимый положительно решал в их интересах вопросы, связанные с выделением земельных участков, заключением договоров купли-продажи лесных насаждений. Кроме выделения выгодных для предпринимателей участков подрубку, которые затем они выкупали через аукционы, Остряков закрывал глаза на нарушения при приемке вырубленных делянок. В принципе, тем же сам занимался и Кондрашкин. Кондрашкин и Остряков, оказывая вообще покровительство по службе, они проводили лично, а также не инициировали проведение проверок подчиненными сотрудниками в части соблюдения технологий разработок лесосек на земельных участках, на которых и данные индивидуальные предприниматели производили лесозагодовительную деятельность. А по окончанию рубки лесных насаждений производилась беспрепятственная приемка лесных участков. Александру Кондрашкину учли его пожилой возраст, состояние здоровья, статус ветерана боевых действий и назначили наказание ниже низшего предела. Ивану Острякову таких смягчающих обстоятельств не хватило. Приговор вынесли почти по минимальной планке. 8 лет колонии строгого режима со штрафом в 2 миллиона рублей и конфискации полученной взятки. Кроме того, ему на 5 лет запрещены руководящие должности на государственной и муниципальной службе. Решение Усть-Куломского суда еще не вступило в законную силу. Покусились на легкие деньги, а теперь ждут суда за решеткой. По меньшей мере 6 сыктывкарских пенсионеров стали жертвами коварных аферистов. Злоумышленники под видом сотрудников прокуратуры обзванивали пожилых людей и рассказывали им о вымышленных авариях, в которые якобы угодили их дети. Запугивали стариков уголовным преследованием и выманивали у них последнее сбережение. Репортаж Антона Булаева. 3 декабря на мобильный телефон пенсионерке позвонил неизвестный, который застал пожилую женщину врасплох. Мужчина с характерным южным говором представился сотрудником прокуратуры и сообщил шокированной сыктывкарке о несчастье. Якобы ее дочь спровоцировала жуткую аварию, в которой серьезно пострадал человек. Лишь срочно дорогостоящая операция способна минимизировать последствия ДТП и уберечь родственницу от уголовного преследования. Со слов данного мужчины к нам приедет представитель, молодой человек, которому надо будет отдать деньги. И проблема наша будет решена. Денежные средства мама копила, те, которые находились дома, были в долларах и в евро. Это было 3750 долларов и 1300 евро. Никаких подробностей, как произошло дорожно-транспортное происшествие, в чем моя вина, не поясняли. Единственное, не давали возможности отключиться от разговора. Постоянно перезванивали то одни, то другие. И просто заговаривали, чтобы мама не смогла ни мне позвонить, ни каким-то родственникам. Пожилой женщине пригрозили, если она вздумает куда-то обратиться, помогать дочери никто не станет. Все сбережения по указанию псевдопрокурора пенсионерка передала юноше курьеру. На следующий день опечаленная горем мать встретила ничего не подозревающую дочь на пороге своей квартиры. Так она узнала об обмане. Оказалось, на удочку мошенников попались еще как минимум пять сыктывкарцев. Ущерб составил более 900 тысяч рублей. Задержать 18-19-летних юношей, которые приходили к старикам и забирали их деньги, удалось в одном из торговых центров. Прошу прощения перед жителями города Сыктывкара за свои мошеннические действия и обещаю впредь подобным никогда не заниматься. Злоумышленников задержали с поличным в момент, когда они пытались отправить подельникам деньги очередной обманутой пенсионерке. О том, что стало жертвой мошенников, она узнала от полицейских. В социальной сети «Телеграм» им поступило предложение о работе, на которое они согласились, после чего получили инструкции, как именно нужно действовать, инструкции по технике безопасности, то есть надевать маски на лица, соответственно, их проинструктировали, что необходимо говорить людям, когда они приходят за деньгами. И также им сказали определенную фиксированную ставку, то есть 5% от любой суммы, которую они забирают и переводят. Данные молодые люди понимали, что совершают преступления, но в связи с тем, что решили заработать быстро денег, на это пошли осознанно. В отношении приятелей, которые ранее никогда не имели проблем с законом, возбудили уголовное дело. На время следствия курьеров поместили под стражу. За желание поправить свое материальное положение легким, но нелегальным способом студентам грозит солидный срок. Сейчас силовики устанавливают личности их загадочных работодателей. Утро нынче начинается не с кофе. Почти каждый из нас, открыв глаза, сразу хватает гаджет и начинает листать сообщения в мессенджерах, новости в социальных сетях. Лайки и подписчики становятся важнее реальной жизни. Многие забывают об элементарных правилах предосторожности и становятся жертвами разного рода злоумышленников. Какую опасность стоят в соцсети, в рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Виктория Марухина. Социальные сети давно перестали быть просто местом общения с друзьями и знакомыми. В настоящее время, не выходя из них, можно купить различные товары, познакомиться с людьми даже из других стран, посмотреть фильмы, послушать музыку, найти работу, подобрать жилье и многое другое. Но за всей этой простотой и легкостью скрывается обратная сторона – мошенники, вымогатели и другие неприятные личности. Взлом страниц – один из самых распространенных видов обмана. Жительница Книжпогорского района получила сообщение в социальной сети от своей знакомой. Псевдоподруга предлагала получить денежную компенсацию за увеличение пенсионного возраста. При этом попросила сообщить номер банковской карты и три цифры на ее обороте. Женщина не стала проверять информацию и, не подозревая об умысле злоумышленников, сообщила требуемые сведения. Помните, если вам приходит сообщение от знакомых с предложением заработка или просьбой занять в долг, у вас просят данные банковской карты – сразу звоните тому, от имени кого к вам обратились. Скорее всего, это мошенники. Именно так и поступила пенсионерка и, позвонив знакомой, выяснила, что страничка приятельницы взломана и никаких писем она не писала. После чего пенсионерка сразу заблокировала банковскую карту и сумела уберечь свои денежные средства. Знакомство и переписка с лицами противоположного пола порой приводят к очень противоречивым последствиям. Житель Сыктывкара познакомился с девушкой и через некоторое время стал обмениваться с ней личными фото и видео. Неожиданно девушка потребовала выплатить ей 7 тысяч рублей. В ином случае пригрозило сделать рассылку всей пикантной переписки. Знакомство с сетей интернет по переписке в чате так же опасно, как и в реальной жизни. Общение сети обезличено и за профилем пользователя может скрываться кто угодно. Нужно соблюдать элементарные меры предосторожности и не быть слишком доверчивым. Стоит воздержаться от передачи кому-либо компрометирующей вас информации, фото и видео. В лапы мошенников попадаются и те, кто хочет купить товары в соцсети. Жительница Сыктывкара решила приобрести щенка и нашла подходящее интернет-объявление. Связалась с продавцом и перевела ему 11 тысяч рублей. После этого аферист перестал выходить на связь. Поэтому никогда не оплачивайте товар до его получения и осмотра. Социальные сети, как и интернет, в целом очень полезная вещь при правильном использовании. Но большинство людей не соблюдают элементарных правил безопасности, что влечет разного рода неприятности. Научив себя отфильтровывать ненужную и недостоверную информацию, избегая общения с подозрительными собеседниками или просто поставив надежный пароль на аккаунт, вы защитите себя от проблем. Помните, чем меньше информации о человеке во всемирной паутине, тем сложнее его обмануть. Необычную акцию в преддверии Нового года провели автоинспекторы УКОМИ и члены Общественного совета при МВД. Участники облачились в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Вышли на улицу Сыктывкара, чтобы поздравить дисциплинированных водителей с наступающими праздниками. Стражи дорог останавливали машины, проверяли автолюбителей, а сказочные персонажи вручали им ценные подарки. С места событий репортаж Ксении Лосевой. Ну, здравствуй! Иди, дедушка, обнимет тебя. Ты что, тут одна гуляешь? Нет, у меня вон папа. А, папа у тебя там, да? Ты его контролируешь? Да. Папа хороший водитель был в течение года? Да. А ты слушалась папу? Да. Точно? Да. А сзади пристегиваешься специальным ремнем безопасности? Да. Ну, дай кулачок, молодец. Дед Мороз, в роли которого выступил общественник Андрей Юркин, первый поздравил девочку, которую заметил неподалеку от проезжей части. Ответить на вопрос доброго волшебника она сама не смогла. На помощь ей пришел папа, опытный водитель, за что также получил от сказочных персонажей свой подарок. Будь ответственным, хорошим водителем. Будьте осторожны, безопасных вам дорог. Да. Берегите себя и свою красавицу. Главное, пристегиваемся, ездим медленно, соблюдая режим. И ребенок должен сидеть в кресле безопасности. Сотрудники ГИБДД в этот день останавливали автомобилистов только ради хорошего повода. Они получали от Деда Мороза и Снегурочки поздравления и памятные подарки. Сегодня мы вас остановили, чтобы просто поздравить. Ребенка поздравить. Здравствуйте. Как тебя зовут? Да. Ты пристегнута? Молодец, Даша. С наступающим тебе Новым Годом. Держи тебе конфеты. Надо угадать загадку от Дедушки. По какому животному называют пешеходный переход? Зебра. Молодец. Хорошая девочка. Идею автоинспекторов с Иктывкарцы оценили позитивно. Проезжая мимо необычного патрульного экипажа, как правило, водители улыбались и сигналили, чтобы поприветствовать сказочных героев. Доставались подарки не только автолюбителям, но и юным пассажирам. Здравствуйте. Здравствуйте. Какая красивая девочка нам попалась. Здравствуйте. Сегодня мы не будем документы у вас просить. Сегодня мы хотим вас поздравить с Новым Годом. Вы молодцы всей семьей пристегнуты. Ой, какая там тоже красивая девочка. Возьмите, пожалуйста, от нас подарок. А маленькой девочке мы конфетки дарим. Бабушке конфетки держите от Дедушки Мороза. Молодец. Пристегнутая сидишь. Хорошая девочка. Очень хорошо. Неожиданная встреча с Дедом Морозом водителей чаще всего веселила. Многие отметили, необычные напоминания о правилах дорожного движения прибавляет позитива в преддверии праздника. Акция «Полицейский Дед Мороз» уже стала доброй, хорошей традицией. Проводится госавтоинспекция ежегодно в преддверии замечательного праздника Нового Года. Водители доброжелательно относятся и всегда с улыбкой. И с удовольствием останавливаются, когда видят на дороге полицейского Деда Мороза и его внучку Снегурочку. За час автоинспекторы поздравили с десяток автолюбителей и пожелали сыптовкарцам безопасности на дорогах. Водители благодарили за такое внимание Деда Мороза и Снегурочку. Обещали ездить аккуратно и не нарушать правила дорожного движения. Вы смотрели «Крик. Криминал. Комментарии». В студии был Эдуард Бушуев. Наша программа не только на страничке ВКонтакте и на сайте юрген.рф. Теперь мы в прямом эфире еще и в видеохостинге РУТУБ. С наступающим Новым Годом! Берегите себя и своих близких! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова